Вот скажи, пожалуйста, творческий процесс — это очень интересное на самом деле явление, когда человек творит, когда из его души вырывается нечто, что потом все смотрят, видят и аплодируют, радуются. Как происходит написание песни в твоем случае? Ой, это, конечно, такой вопрос всегда задают, как вы пишете песни. Я могу сказать честно, переживания обязательно, что-то случилось, это по-любому, трагедия на всю жизнь. То есть я так воспринимаю любую мелочь. У меня это все возрастает в какие-то невообразимые размеры, даже какое-то легкое предательство. Я моментально могу об этом писать. Но песни пишу я вот 10 минут. Если песню я пишу день, может быть, часа три, я эти песни не пою. Я пою только те песни, которые как поток энергии за 10 минут. Я бывает, что на салфетке так быстро пишу, исправляю, и это всегда только на бумаге. Вот я пыталась и писать в телефоне, и, скажем, на клавиатуре, в интернете. Но только на бумаге у меня получаются настоящие стихи. И 10 минут? Да, вот 10-15 минут, и готова песня. У тебя нет ощущения, что это на самом деле не ты пишешь, что ты просто записываешь? У меня было несколько мистических сюжетов в моей жизни, но один из них, это связан с Булатом Акуджавой, был 40-й день со дня его смерти. Я смотрела телевизор, и он начинает петь. Я слушаю, я очень люблю его песни, и слушаю, слушаю, и тут я чувствую, что у меня вот что-то как во мне шевелится, что мне нужно сейчас писать. Я отхожу в другую комнату и пишу абсолютно в стиле Булата Шаловича песню «Разреши мне его любить». И когда я закончила, вот так буквально, я подумала, что это буквально как будто бы он через меня это все передал. Я слышала, что был такой момент у моего друга, который написал стихотворение под воздействием Высоцкого. Ему тоже казалось, что Высоцкий пишет, но я ему не поверила. Но когда это произошло со мной, я могу представить, что многим талантливым людям вот что-то такое дается в жизни услышать. Стихи рождаются у тебя вместе с музыкой всегда, да? Да, очень часто. Но спрашивают, как часто я пишу сейчас песни. Вот, кстати, сейчас я почему-то стала писать стихи. Как ни странно, я повзрослела, и даже у меня столько стихов собралось, что я могу издавать уже книжку. Может, и надо это сделать? Я сама удивлена, что не только о любви рождаются стихи. Я на одном концерте читала свой стих. Могу поделиться даже со зрителями. Он очень смешной, но он обо мне. Вот такая, какая я, такой, скажем, и этот рассказ. Я приготовила ужин, но никому он не нужен. Не нужен ни плов, ни котлета, ни свечка полная света. И огурец с помидором кричат с тарелки мне хором. Зачем ты готовила праздник? Ну отдохнула б хоть разик. Не стану я спорить с салатом. Сама во всем виновата.